Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как сделать компьютер. Друг кого-то тоже мучает этот вопрос. Тут у нас, как видите, все есть для этого. Вот такая вот плата, небольшая материнская. Все необходимые детали. Видавший виды паяльник, будем надеяться, он доживет до конца эксперимента. При поискании фоли и провода. Схема принципиальная. Схема монтажная. Процессор. Без него никак. Память постоянная. Память оперативная. Несколько микросхем расширения. Разъемы. Контроллер XT-клавиатуры. Контроллер дисковода. Музыкальный процессор. Спирт. На всякий случай. И для наладки у нас есть мультиметр. Тестовые прошивки. И осциллограф. Ну, как видите, осциллограф уже живет своей какой-то жизнью. Не будем ему мешать. Ну, теперь давайте соберем это все воедино. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Доработок и увеличение памяти нашего компьютера. Дополнительные микросхемы будем устанавливать, что называется вторым этажом. Для начала укоротим все контакты, кроме контактов питания, загнем внутрь и припаяем, чтобы потом легче было цеплять к ним привода. Собственно, вы уже можете наблюдать этот нехитрый процесс. Субтитры сделал DimaTorzok. ТОНЕСТРАТИО. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так, клавиатуры работают. Нарисуем окружность. Ну, а у нас получилась, так видите, не совсем ровная. Это известный баг, который легко исправить. Теперь соберем так называемые читалки с манитофона для начала. А вместо манитофона мы потом будем использовать смартфон. Так, ну пока у нас не подключен контроллер дисковода, попробуем загрузить что-нибудь с ленты, ну то есть со смартфона в нашем случае. Но сначала проверим сработали ли наши доработки. Еще раз нарисуем окружность. Так, все замечательно. Можно загружать игрушку. Загружаем игрушку Dizzy V. Это одна из самых больших и сложных игр под версией Spectrum 48 килобайт. Удивительно, как разработчикам удалось в такой малый объем памяти уместить множество локаций, персонажей, предметов, диалогов и даже анимаций. Эта игра вышла в 91-м году, соответственно, на английском языке. А в 96-м году я адаптировал русскоязычную версию этой игры как раз для Spectrum 48 килобайт. Это было не так уж и просто, например, я точно помню, что англоязычные диалоги в игре были сжаты особым образом, так что русскоязычные диалоги мне пришлось тоже переводить в этот особый формат. Кроме того, еще нужно было добавить кириллицу и все это в условиях, когда каждый бит информации на счету, что называется. Кстати, сейчас, уже довольно много лет спустя, мне эту игру сходу пройти не удалось. Я помню, как решаются сложные задачи в игре, но абсолютно не помню, как решаются более простые, поэтому приходится догадываться заново. Да, как видите, с ленты программа загружается не очень быстро. Например, эта игра в реальном времени загружается таким образом примерно минут за пять. Но мы решим эту проблему чуть позже, подкручив к контролю низковода. Как видите, все замечательно работает. Но это у нас всего лишь 48 килобайтная версия компьютера. Давайте теперь его превратим в 128 килобайтный спектр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тест расширенной памяти прошел успешно, а теперь давайте включим наш компьютер в соответствующие операционные системы. Так, в динамике у нас слышен постоянный шум и при запуске видна смена цветового бордюра. Это все следствие неверной дешифрации портов. Но эту проблему тоже легко исправить. Так, проблема дешифрации портов решена. Теперь осталось только подключить музыкальный сопроцессор и контроллер дисковода. Для этого добавим еще немного проводов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 посмотрим что тут у нас написано об игре ну помимо прочего тут написано что эту игру на русский язык перевел я да действительно было дело где-то в девяносто шестом году как видите наш эксперимент полностью увенчался успехом кто-то может сказать зачем собирать спектром вручную когда в сети полны полно эмуляторов этой платформы в том числе для мобильных систем ну что можно сказать во первых сборка подобных устройств это дело невероятно увлекательное вот а во вторых например играть в игрушки на реальном спектру намного приятнее чем на всяких там эмуляторах совсем другие ощущения сегодня пожалуй все всем спасибо за внимание и большой-большой удачи пока а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok